Здравствуйте, Победы! Вы знакомы отлично с марками из детства. Чем бы вы попытались его сегодня уйти, если да, то чем бы у нас будет играть. И прокомментируйте, пожалуйста, первый гол с пасом на третьего, шикарная комбинация. Это наигранная комбинация, потому что показалось, что это... Первый гол? Первый, да, да, с пасом на третьего. Вы посмотрите, что вы работали на третьего гола. Вы работали на это. Вы работали на это. Вы посмотрите, что в последние годы у нас есть, чем у нас есть. Да, мы работаем каждый день. Существует много интерес. Да, у нас есть небольшие коррекции, потому что я продолжаю реверную комбинацию, Несколько игроков игроков не может играть в ступности, не может играть в ступности. Но сегодня ребята были ступними. Я не говорю ничего, даже не в интервью. Потому что они были огромны. Потому что в первом минуте, в конце концов, я уверен, я уверен. Марко, я знаю, много времени. Он мой парень. Мы также познакомились из-настоящего. Мы познакомились. Мы всегда работаем над деталями. Какие-то корректировки происходят от матча к матчу. Потому что каждый соперник особенный. Все они разные. Сегодня ребята, конечно, были просто великолепны. Мне нечего сказать, нечего добавить. И в перерыве тоже ребятам нечего было сказать. Потому что они действительно были на высоте. С первой по 90 минуту отыграли с нужной самоотдачей. Я действительно горжусь ими. Что касается Марко, я с ним знаком очень давно. Мы друзья и помимо футбола тоже уважаем друг друга. С уважением относимся к работе друг друга. Но сегодня никаких сюрпризов не было. Поехали. 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 Я занимаюсь в Белграду, в Милану, в Рома и в Москве. Это была очень большая игра. Мне позвольте, по-другому, 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 потому что мы играем для всех их. Но я не хочу роваться на середине, по-другому, по-другому. Я не буду комментировать работу арбитров, потому что я буду придерживаться той линии, которую я уже обозначал прежде. Поэтому здесь я остановлюсь. Не хочу, на самом деле, портить себе такой вечер прекрасный. Это великолепное дерби московское, потому что у меня есть определенный опыт в этом отношении. Я как игрок и как тренер участвовал в дерби Белграда, как игрок в Миланском дерби, в Римском дерби. И это просто замечательный, прекрасный матч сегодня. Мы все видели. Жаль, что были пустые места. Я говорю о фанатах, которые не приходят на матчи, потому что мы играем, естественно, для болельщиков, для наших фанатов. В целом, еще раз повторю, не хочу портить этот прекрасный вечер разговорами в Судихо. Пожалуйста, Ярослав Сусов, спортсмен. Первый вариант тоже. Я очень счастливый. Я уверен, что есть еще один гол Jeezurpарк. У нас есть несколько квадратных матч. Я всегда успешен, если вы не решите это про какой-то мальчик. Вы видите, я с удара, я с IBру за моим статусом. Я не был удивительным. И, конечно, я спрошел в следующей серии. Но это было из-за генового, кто упрост думал, раз это очень много, вот это очень сложное. но это было очень важно. И это очень тяжело работа, верить, поддержать, работать, не волнувать, и в конце работа плачет. И я очень счастлива для Тео. Не забивал, поэтому должно уже было прорвать, наконец. Но это тоже большая работа, непростой труд, продолжать верить, трудиться, не сдаваться, добиваться того, что нужно. И мы видим, что в этом отношении идет вперед. Я не могу говорить про эмоции, но обсуждать сейчас в Дрампе, который был на Анатолия, а что нам произошло, что нам произошло, что нам не было эмоций, и как вы относитесь к Панкино. Я не видел ничего. Я на скамейке находился, сидел, поэтому я не могу сказать, не видел, не знаю точно, что там произошло. Давайте дальше, пожалуйста. Это наш þebbит開始, в привет ... на 2 матчах Parkмri. Например f discord, по контролю FA Giustinаминину. Вain, это были процентilla� Michaela Häänbro Ениой Extremко не свободную волнувуч Verantwortung. возродите последние цели у них в deinem спорту США с нами люди во техника, чем сравним оперативноskan base Тео? Какой бежак майyd deste FIFA мира и при помощи садми, сocaはいったä. Х騅ераً, моих Teachов если на Гостях т findetfortе единственное Hawaii, Это было очень хорошо, это было очень здорово, как я говорил, это было статус, много интересных, много дуэлли, не было чего я ожидал, ничего более, ничего. В этих дебилах решают маленькие ситуации, маленькие детали. Это, как говорится, Роман, «У нас есть третий ума, и ты посетишь на дворце и Семьи4 По поводу сюрпризов или каких-то неожиданностей не было. Я очень рад что мы победили, что Спартак победил. После семи, насколько я знаю, лет, знаю, что болельщики очень ждали этой победы здесь, и наконец-то она случилась, еще раз повторю, матч был просто великолепен, интенсивность, единоборство, все компоненты сегодня были, ну а исход в таких играх зачастую определяют маленькие детали. И сегодня, как Роман прежде заметил, да, была комбинация, игра на третьего сегодня прошла, и мы забили, возможно, это был первый такой реальный момент для взятия ворот, и мы воспользовались и сегодня одержали победу. Давайте заключительный вопрос, я знаю, еще, да, Ярослав, тяну руку, да, Сусов, пожалуйста, первый ряд, да. Спасибо, да. Линии, да, 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 да. Ну, точно не могу сказать, но сегодня это было все-таки дерби Москвы. Наше персональное дерби здесь точно на втором плане. Да, у нас есть определенное прошлое, у него прошлое в Партизане, у меня в Церкви не звезди, но эта история, она в прошлом. Сегодня мы работаем в разных клубах, выполняем свои цели. Ну, прекрасно, что есть такая связь, поэтому так. И, в последнее время, я хочу сказать, что все семьи в Сербии, после того, как у нас произошло, в Сад, где были 14 человек, у которых также очень много детей. Мне исполнилось, потому что жизнь должна быть висована, должна быть висована, потому что я не знаю, что может происходить, и, в последнее время, я хотел бы выразить соболезнования погибшим и семьям погибших в трагедии, которая случилась в Сербии, в Новом Саде, которая унесла жизнь 14 людей, включая детей. Поэтому в такие моменты мы должны тоже понимать, что жизнь должна проживаться, и ты никогда не знаешь, что может случиться завтра. Поэтому искренние соболезнования. Спасибо. Спасибо.